Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Торы и сегодня праздник Суккот. Вот он уже наступает. В Йом-Лишон вечером наступает 15-е Чишей, праздник Суккот. Где мы встречаем в Торе слово Суккот? Первый раз мы читаем, что Яков, когда разошелся с Эйсавом, встретились они и он пошел, построил Суккот. Для людей сделал дом, для дома, а для скота Шалаши. И он прожил в нем 18 месяцев. Это место назвал Суккот Шалаши. Где мы еще в Торе встречаем слово Суккот? Когда мы вышли из Египта, мы пришли из Рамзеса в Суккот. То есть очень важная стоянка. Ведь Всевышний сказал нам просто идите, уходите из Египта. А мы бывшие рабы, мы никогда не выходили за территорию Египта вообще, территорию своего места. Мы там родились рабами. И пишется, что пятая часть народа согласилась и мы вышли. Это очень серьезный переход без явных чудес. Мы пришли и здесь Всевышний нам подарил защиту на 40 лет. Это место называется Облака Славы. Это место называется Суккот. Как крыша над головой. Как Шалаш, который огромным Шалашом закрыл нас Всевышний облаками Славы. Которые не давали нас уничтожить. Ни врагам, ни климату страшному пустыни. Дальше Всевышний говорит. В память о том, что я поселил вас в Шалашах, вы обязаны 7 дней в стране Израиля живите в Суке. Чтобы мы не забыли, как мы жили в пустыне. Что свое представляет этот Шалаш Сука? Это не постоянное жилище. Это временное жилище. Как минимум должно быть 3 стены. Задняя и 2 боковые. И крыша идет из растений. Так что, когда мы смотрим, мы видим звезды. Сквозь эту крышу видим звезды. Мы жили в таких шалашах в пустыне. Чудеса Всевышний нас сохранял. Видно, не послал дождь в Суку. И мы хорошо жили в пустыне. Даже сейчас в пустыне, это большая редко, чтобы дождь пошел. Но Всевышний 40 лет нас так оберегал, что и жары не было. Он отправил в воздух Арктики. Как в кондиционерном пустыне мы прекрасно 40 лет жили. В идеальных условиях одежда не изнашивалась, обувь не изнашивалась. Одежда, как панцирь улитки, росла вместе с нами. Вот такое чудо было. И мы жили в этих шалашах. Что Всевышний говорит, делает в этот праздник? Торево называет праздник сбора урожая. То есть у нас прекрасный урожай. Мы видим по количеству тех животных, которые мы приносим в храм, каждый день, огромное количество животных. Больше, чем в любой праздник. То есть первый день мы приносим 13 быков, второй день 12 быков, третий 11, так дальше. В седьмой день 7 быков. Если мы складываем всех этих быков, 70 быков. На земле есть 70 народов мира. И вот мы молимся за 70 народов мира в праздник Суккот. Каждый день мы приносим по 14 дня. И за 7 дней получается 98 ягнят. Наши мудрецы говорят, что означают эти ягнята. Это означает, что в Торе, в главе Китово, в страшной главе, есть 98 проклятий. Так вот, чтобы скупить эти проклятия, мы приносим ягнят. 98 ягнят. Также мы приносим каждый день 2 барана. Итого 14 баранов. И каждый день приносим козла для жертвы грехочистительной. Кроме этого, мы приносим с каждым быком полгина вина. И с каждым бараном треть гина вина. И с каждым четверть гина вина. Соответственно, сколько вина, столько мы и масла приносим. Оливкового. И смешиваем с количеством муки. И мы знаем, что на быка идет 3 омера. Это 3 десятых эйфы. И на барана 2 десятых эйфы. И на ягненка 1 десятая эйфа идет муки. То есть, мы это все приносим. Кроме того, наши мудрецы говорят, что есть намек в Торе, что еще возливали воду на жертвенника. В Суккот. Торис Всевышний говорит, что вы должны взять первый день плод дерева великолепного. Это этрох. Наша мудрец говорит, что это этрох. Цитрон. Определенный вид. В нем и прекрасный запах, и прекрасный вкус. И он соответствует праведникам. Ветви пальмовые. Берем ветвы пальмовые. У них же прекрасный вкус. А запаха нет. Это финики. Финикам прекрасный вкус. Соответствует средним людям. И мирт. У них прекрасный. Этого растения прекрасный запах. А вкуса нет никакого. Тоже соответствует средним людям. И вербричных. У них ни запаха, ни вкуса. Соответствует грешникам. И вот Всевышний сказал, что мы должны эти все растения соединить. И тогда это угодно Всевышнему, что мы все были вместе, и праведники, и средние, и грешники, и это угодно Всевышнему. И это такой у нас праздник, сукот. И мы взмахиваем этими лавами, трохами, как победители, как рыцари, которые взмахивают своим копьем, когда побеждают. Так мы дарим наши сравнивать, что происходит сукот. И мы первый день праздника обязаны взять в руки этот лавы, все это выполнить. Остальные дни, это уже постановление мудрецов, чтобы украсить праздник, чтобы он был у нас красивый. Все трапезы, которые происходят сукот, обязаны быть только в суке. В несуке мы не имеем права есть хлеб, как минимум. Есть такие люди, которые истокончая в несуке не выпьют. Тора так жестко с нас не требует, но все трапезы, которые мы проводим в этот день, сукот, все 7 дней, мы живем сукот. Только в случае, если экстренная ситуация, сильный дождь, что невозможно, только тогда Равина принимает решение трапезу сделать вне суки. Что еще можно сказать за праздник сукот? Все дни считаются праздниками. Не только первый день, а все дни, которые как бы считаются полупраздниками, мы не можем принимать их за будний день. Мы не можем заниматься будними делами. Только то можно сделать, что необходимо, вообще невозможно, какую-то сделку здесь надо завершить, которая пришла, которая потом невозможно исправить. Вот такие вещи спрашивается у Равина, и он говорит, что нужно делать. Даже писать нельзя, то есть можно расписаться в магазине, на чеке, а это разрешается. Вот так мы не пишем в эти дни в праздник сукот. Люди, которые живут в Израиле, они празднуют 7 дней праздника сукот. Люди, которые живут вне страны, празднуют 8 дней. Первые 2 дня праздничное собрание, как положено идет, и минимальное количество трапез, предписаны 2 трапезы. В шаббат, естественно, 3. Заканчивается праздник, через 7 дней наступает другой праздник, который называется Шмини Ацерет. Этот день, самый святой день для еврейского народа, который Всевышний хочет побыть с нами наедине. И приводит Медраж в такую историю, что царь создал огромный пир, пришли огромное количество людей, все гуляли, пили, веселились, праздничная еда, отгуляли 7 дней и уходят. А своему другу он говорит, останься еще на один день, побудь со мной. И мы будем сидеть, общаться, будем есть простую еду. Это и есть праздник Шмини Ацерет, когда Всевышний хочет побыть наедине со своим народом. И там приносится 1 бык, 1 баран, 7 огня, 1 козел в действительную жертву, с ответственными хлебными приношениями, с маслом, с вином. Это праздник Шмини Ацерет. Он сейчас делится на два праздника, если человек живет не в стране Израиля, это Шмини Ацерет и праздник Тора и Симха Тора. Если это страна Израиля, все это происходит в один день. И вот так вот. Ну все, всем желаем прекрасного праздника Суккот, хорошо его отпраздновать, чтобы все у всех было хорошо. А мы встретимся с вами завтра и продолжим. Я надеюсь, что это будет в 10.40. Субтитры создавал DimaTorzok Ирина Бен Татьяна, Юлия Батбела, Арон Ария Бендвоера, Замазал Барназа Сгула, Ирина Батури, Арон Ария Бенури, Зароша Дух, Арон Ария Бендвоера, Дниз Бенахум, Абигаль Бацара, Парнаса Ибрют, Владимир Бенрая, Марина Батрая, Борис Бенмарина. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха Парнаса Камана. Мазал то, что мы это время не грешили. Читали Тору, учили. Всем все самое наилучшего. И до следующих встреч. Салон.